Вот седьмая картина нашей медиапьесы. Я такой жанр придумал. На вашем языке бенефис. Ваш бенефис. Какой эпиграф? Когда-то давным-давно, будучи маленькой девочкой, я решала кем быть, кем быть. И мне попался роман Кожевникова «Чик и меч» про разведчиков. Потом был фильм, я его позже увекла. И там была одна цитата, которую я сначала прочла, потом услышала фильм. И сейчас ее много лет пытаюсь сказать моим молодым коллегам, или я называю коллегами самых маленьких артистов, самых маленьких зрителей. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. По-моему, это не Кожевников придумал. Нет, это цитата, это руководитель разведгруппы, это была любимая поговорка. То, что сформировало его как разведчика, как личность. Так вот, для меня кажется, что вот это, если мы говорим о формировании личности, собственно, про это все у нас. Ради этого существует вообще театр, мужание, становление, открытие и формирование без назидательности. Человек должен сам понимать. Для меня вдруг эта цитата оказалась какой-то определяющей. Хотелось бы... Какая Ваша привычка стала Вашей судьбой? Работа. Вы знаете, не за деньги. То есть я всегда отдавалась. Если интересно, главное быть всегда. Я шла за... Меня делал. Никогда не делал. Это плохая привычка. Не умею делать деньги. Вы понимаете, у меня никогда не стояли, не умею в этом плане сказать так, это будет так-то. Я не экономист. Это ужасно. Я понимаю, что на сегодняшний день это как-то глупо даже. И считать, что у меня нет этого бугра коммерческого. Нету. А вот привычка врубаться, мне дается материал, еще никто ничего не сказал. А я уже в него врубилась. Начинаю уже жить, работать. И я уже отвечаю. Я уже попала. Вот эта привычка вылезать, зацепляться и прорастать в него. Я вообще сравниваю спектакль с родами. Знаете, вот ты попала семя, и оно растет, ты его вынашиваешь. И потом оно рождается внуков. Но дитё-то какое бывает порой прелестное. Я не говорю, что красивое, а классное просто дитё. Вот поэтому привычка, видимо, нести, зародить, понести и вырубить, я не знаю, там. Не называя это продуктом, а вот как-то, как дети. Это же спектакль, как дети. Разные. Ну, родные. Что детей ожидаете? Ожидаю. В ближайшем будущем. Ожидаю. Ой, мальчик или девочку. Честно говоря, пока не скажу, потому что я сказала, что я фаталистка, и это мне песни иногда приходят. Я могу загадать, но не надо об этом говорить. Она в сказке прилетит, и поэтому я пока буду, затаюсь и буду ждать. А работа будет. Она не может не быть. Просто у меня постоянно в работе, я работаю со студентами, сейчас будут дипломные спектакли, это точно, это будет сказка. Сказка Ксении Драгунской. Если она получится хорошая, она, конечно же, попадет в репертуар, как у меня не получается, ставить так, чтобы она не попадала. Ну, я не люблю даже студенческие продукции. Но это, скажем так, прилетает, иногда даже этого не желаешь. Можешь сопротивляться, все равно придет. Но я жду материала дорогого для себя и очень-очень важного. Опять же, боюсь, но оно прилетит. Пока.